Есть наброски MindMap для оптимального алгоритма использования ретаргетинга в связке с запущенными компаниями поиска РСЯ Ретаргетинг, чтобы сделать все, что можно и выжать максимум клиенту. Ретаргетинг, у меня есть MindMap такой, я его много раз показывал на самом деле, сейчас попробую его найти, где я просто показываю огромное количество. MindMap это история какая, человек приходит откуда угодно, например, с поиска Яндекс.Директа, вы ему показываетесь везде, вы пытаетесь запустить ретаргетинг, у меня есть видеоурок на эту тему, я вот не знаю здесь есть, к сожалению, или нет. Ну вот типа того. Вы показываетесь на каком-то одной площадке, не важно, там Яндекс.Директ, Google AdWords, ну не важно, просто человек попадает к вам на сайт, и дальше вы его начинаете реализировать везде. РСЯ, КМС, Таргет ВКонтакте, Одноклассники, Мой Мил, Мой Мир, Мейл.Ру, все его сервисы. Это Таргет Майкон, Таргет ВКонтакте, AdWords, Директ. Это единственное, что я могу сказать по MindMap, вот для меня, например, ну это не MindMap, конечно, это схематично просто показано, но смысл в том, что надо человека просто преследовать везде. А дальше уже смотреть, как он реагирует на это, и возвращается он, и заказывает ли. Вы говорили вот в тренинге, что широкое соответствие лучше, чем фраза, как быть, 50 на 50. На первом этапе лучше попробовать для ниш. Если вот, сейчас попробую объяснить, сформулировать правильно, Владислав, смотри. Если у тебя ниша неконкурентная, то лучше всего на начальном этапе попробовать широкое соответствие. Дальше, если понадобится, использовать более узкое фразовое соответствие. Если у вас очень конкурентная ниша, то можно сразу начать использовать фразовое соответствие и идти уже.